ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Ну хорошо, ладно, политдискуссия, неважно. Я просто говоря о том, что темы, которые обсуждались, они, в общем-то, ну, как бы, оказалось, очень волнуют людей. То есть запрос в городе нашем оказался очень сильным, и поэтому то, что люди рады были, что это произошло, это, ну, это было очень много доказательств. Конечно, были всякие спекуляции на какие-то вопросы. Ну, не все рады, да? На какие-то вопросы можно ответить, если они есть у журналиста, у девятого канала, пожалуйста. Вопросов, конечно, много я и буду. Может, я тоже какой-то прям был. Я хочу поздравить наш город, как бы, как поздравляют его вменяемые там жители нашего города, которых оказалось огромное количество, как поздравляют его гости, как своеобразным, приехавшие специально на этот фестиваль, либо смотревшие за онлайн-трансляциями, а там число людей, смотревших всей Украины впервые. Впервые в Украине состоялся такой, уже можно говорить, я лично, как один из организаторов, его очень сильно сомневался. Я сейчас не говорю о беспрецедентных информационных атаках. Если надо будет, скажи, я его уже внутри пережил. То есть я понимаю, что состоялось событие. Оно состоялось в нашем с вами городе, то есть такого еще не было, но такое уже было. И было впервые в вашем. Надо говорить о каких-то грязных моментах, манипулятивных, поговорим о них. Нет вопросов. Уже внутри, то есть если бы это шло два дня назад, когда это было на пике, было бы другое, но уже как бы внутри меня там совершенно такое ощущение. Он состоялся безусловно, и он состоял, и он событие, событие. Я не преувеличиваю, что жизнь горожан разделится на две части. Абсолютно событие, потому что он говорил. Он явился событием в жизни нашего города, и без преувеличения. Одно из, ну, например, Сергей Иванов Малявин, например, который не был приглашен. Есть такие блогеры, которых не приглашают, но которые, ну, сопереживая это довольно, назвал это лучшим интеллектуальным шоу страны. Возможно, перебор, потому что это неровно. Но это его мнение. А мнения все были. И я вот немножко поправлю, я почему не согласился с политинформацией, потому что политинформация предусматривает одностороннюю связь. Это было три дня, семь панельных дискуссий с переполненными залами, чего я не ожидал. С церемония открытия, с открытым микрофоном, со свободным входом. Любой человек мог прийти, послушать, и любой задавал вопросы. Кто-то из горожан писал, вот там меня точно или муниципал, или Беркут не пустят. Но я прорвусь-то. Уж я им покажу. Серьезно такое было, да? Да, да, да. Ну, по-моему, я не хочу пиарить людей. Прорвались все. Да, я не знаю, попаду ли я туда, но постараюсь всю правду нанести. По-моему, Людмила Кострюкова это писала. Она задавала вопросы. Да, вот. На этот момент Беркут был снят. То есть, на самом деле, событие беспрецедентное. И по... Прежде всего, то есть, хрен с ними, с информационной... Да, это явный штатный совет по культуре. Говорю, хрен, простите, спешите мне. Ну, хрен, он же Редьки не слаще. Вот. Оно... Надо информационной атаке поговорим. Но оно беспрецедентное вот по своему формату. А теперь вопросы. Ну, вот смотри, ты сказал... Вот сразу. Ты сказал, там были одни приглашены, другие не приглашены. Тогда скажи принцип отбора. Это очень многих вопросов. Это не просто мой личный. Какой принцип отбора? Я отвечу, всех до единого блогеров на этот фестиваль приглашал я лично. То есть, законы Мерфи наиболее нравственные те, кто стоит далеко от принятия решений. В этой студии, но с твоим партнером, я имею в виду телевизионным партнером, я совершенно четко излагал. И в других, если умею читать и слышать... В этой студии ты не излагал. На встрече с Артуром... Ну, вот в этой нет. Ну, стол иначе стоял, да, в разговоре, в новостном. Я на себя взял, как бы, эту ответственность. Понятно, что я понимал репутационные риски, которые идут, потому что я знаю, что это за амбициозная среда. Я старался пригласить очень разных блогеров. Мои критерии были. Блогер — это человек, который пишет авторски, пишет от себя, пишет интересно. А вот это уже субъективно подход. И блогер, которого читает. То есть количество подписчиков было не первым, но, безусловно... Количество подписчиков — это важный момент. Ну, это важный момент, но у Ляшко там больше 100 тысяч подписчиков, допустим. Или есть там у Панамарька, допустим. Или есть люди, которые, ну, для меня там находятся... Ну, и для, скажем, ценностного какого-то, который я не навязываю, порог, являются неприимлемыми. Плюс, то есть блогер, который пишет авторски, блогер, который пишет от себя, блогер — это человек, который пишет, ну, в соцсети, естественно, достаточно регулярно. Человек, которого читают, и блогер — это человек, который как минимум мною... Субъективно ли мне? Я не отрицаю, я не объект, я субъект. Как минимум мною не замечен в манипуляциях и в работе на заказ. Я ответил на этот вопрос? Ну, да, да. Пригласить... Я могу сказать, что судьба последняя, оберегала вот то, что на самом деле отказались, вот из-за Беркута история, на самом деле считанные люди. Еще несколько человек отказались, которых не приглашали, но я узнал с удивлением, что они их, оказывается, приглашали, они отказались. Я специально приглашал их больше, понимая, что это люди, люди, которые в последний момент могут соскочить. И тогда бы еще более были перегружены, перегружена судьба, хранила отряда блогеров, которые просто не приехали, но, как оказалось, это было бы контрпродуктивно. Ну, вопрос, главный вопрос, да, главный вопрос по принципу отбора был, ну вот там Филатов же не блогер, да, его читают. Как это не блогер? Если человек, в смысле, подожди, Филатов... Ну, смотри, вот там мое мнение, допустим, если бы я отвечала на этот вопрос, я бы сказала, что вот, ну, отними сейчас у Филатова тему мэрства, да, допустим, вот завтра Филатов не мэр, ну, ведь отпадет количество читателей просто автоматически, правда? Ну, это полное, с моей точки, как это, что значит, Филатов пришел... Ну, или там Береза, он народный депутат, и вот, как бы, как должно быть, он тоже читает. Ты позволишь мне ответить? Береза, и Филатов, Филатов стал блогером с больше, более чем 100 тысяч подписчиками, не будучи мэром, и его, и пишет, писал он блогер, он, слава богу, ушел, надеюсь, надолго, из Фейсбука, потому что я вижу в этом, потому что я контрпродуктивность вижу, это очень трудно, как бы, очень трудно. Это личное желание Филатова, или это действительно там спор с Корбаном, или это... Ну, это личное желание многих людей, к советам которых он прислушивается, и его, конечно, прежде всего, но я же не ответил на вопрос, я отвечу на вопрос, я депутата Ляшко со 100 тысячами подписчиков приглашать, нет, потому что... Ну, он же тоже блогер, да? Потому что, во-первых, ты мне не даешь ответить, потому что у меня есть ответ, ну, потому что он не пишет сам, он не... Там нету смысла образующих... Береза там мастрячит пост за постом от себя, он пишет о разных вещах. Филатов пишет сам, его посты были яркие, пассионарные, грубые и так далее, ну, это блогер читаемый, но Филатов не принимал участия в фестивале блогеров, как блогер. Он был городской голова, он открыл эту... И он вначале... Он же на панелях, как блогер, не участвовал, поэтому, как бы... Ну, и на него не вытрачено ни одной... Да, да, хотя он это право, хотя он это право, как блогер-стотысячник, абсолютно заслужил. Я понятно объяснил криллерии? Да, да, я считаю... Есть ли субъективно? Безусловно, есть. Ну, это твое мнение, субъективно. Я за это выгребаю и понимаю. Еще есть какой-то вопрос. Да, ну, второй вопрос был, естественно, вы знаете, вы отвечали уже неоднократно. Разделю на две части. Почему за бюджетные деньги и почему за такие деньги? А можно один вопрос я задам? А почему нет? Это тебе вопрос. Нет, почему нет? Я тебе отвечу. Отвечу не свое мнение, я слышала. А зачем я не свое мнение читаю? Смотри, вот говорят люди, там проводится какое-то мероприятие. А можно я отвечу? Да. Ну, в принципе, я что же могу ответить? Сформулирую. Проводится какое-то мероприятие, там люди ищут спонсоров. Ну, вот один из вопросов, почему не искали спонсоров, а проводили... Во-первых, у нас были люди даже, которые нам помогли. Я об этом чуть позже скажу. Во-вторых, в принципе, в рамках программы «Культурная столица» этот проект предполагал, ну, условно говоря, повышение имиджа города. Да, то есть это нормально совершенно. Значит, ну, вот Женя уже там рассказал или еще расскажет о том, что приехали. То есть продвижение бренда «Днепр». Конечно. Продвижение бренда «Днепр». То есть это во-первых. Во-вторых, люди, которые приходили туда, они приходили туда совершенно доступно и получали то, что они хотели получить. Поэтому с точки зрения того, что это, ну, был запрос в городе, был запрос на такое мероприятие. Это раз. Во-вторых, что касается за такие деньги. На данный момент еще ни одна бюджетная копейка на этот фестиваль не потрачено. То есть сейчас по факту... Как будет оплатить? Значит, будет таким образом. Ну, поскольку их оказалось меньше, чем предполагалось, и какие-то позиции мы покрыли. Ой, слава богу. И позиции какие-то мы покрыли. Ну, скажем, предполагалось катание там на пароходе. Пароход нам просто вот дали друзья совершенно, так сказать, безвозмездно. На нем написано про марматуру. Да. Ну, и не за рекламу, которую сейчас осуществлено. Ну, я просто, ну, это в сети. Да, ну, смотрите, в чем проблема. Ведь была же сумма заявлена в тендере. И сейчас анализируют по сумме в тендере. Правильно. А надо анализировать не по сумме, которая в тендере, а по сумме, которая будет реально заплачена. Сейчас там компания, которая это проводила, представит реальные счета. И, на мой взгляд, процентов там на 20-25 будет меньше. Да, конечно. Можно я подхожу. Я в этой студии еще до фестиваля. С первого дня говорится, что это фестиваль бюджетный. И когда меня спрашивают, они так подходят. То есть сакрализация бюджетных денег. Считается, я говорю, что я горжусь не просто, потому что вот типа подняли грауз. Я горжусь, что удаются бюджетные деньги. И блогеры приезжающие сюда, и люди на такие мероприятия находить, чего нету в других. На джаз-фестиваль. Фестиваль-конструкция. Около 500 тысяч. Альтернативный андеграунд. Никого же не интересно. На самом деле здесь просто было приковано внимание. Около 500 тысяч фестиваль-конструкция. Программа «Культурная столица». Вечера сальсы. Там джазовый фестиваль «Джаз» на Днепре еще. Следующий представитель. Я горжусь тем, что... Ну, будь готов, потому что тоже будут вопросы. Ты говоришь, я не свое мнение. Налогоплательщики, жители Днепра. Я говорю, потому что меня не удивляют. Хорошо, но мы же в эфире. Я имею, возможно, Игорь Петровский. Мне очень радостно, что все эти люди приехали до Днепра. Мне интересно. Мне приятно усведомиться, что мои податки, которые я им и женщинам плачу, используются не только на асфальтование дворей и лавочки. Меня не удивляют люди, которые лютой на фест. Для кого-то это за высокие материи, что еще кого-то дают жаба, что их не признали блогерами. Я не верю в их продуктивность как членов гражданского общества. Я не верю, что они так справно платят податки. То есть ощущение, что это вырванные, недобудованные детячие садочки, вырванные шматочки еды у деток днепровских. А почему ты, как ты считаешь, почему такое ощущение возникает? Почему вот льют лайму? Это патернализм и манипуляции. У меня есть... То есть это противники кого? На самом деле, ведь сначала разруху нужно остановить голова. У меня есть ответы на вопрос. Ну, как говорил наш великий Михаил, сначала нужно в головах остановить разруху и навести порядок. И тогда ее не будет идти в город. Ну, то есть это такая идеологическая. Я добавлю, что это безусловно, но ментальность такая. Но опять-таки есть вот такие люди, а есть вот такие, которые пишут. Это и ментальность, и плюс безусловно. Опять-таки блогосфера позволяет. И плюс как беспрецедентная, просто беспрецедентная информационная атака. То есть этот фестиваль очень и очень хотели сорвать. Понятно, что это атаки и на Филатова, атаки и на нас. Понятно, что месседж вашей денежки идут туда. Он очень удобный, как жвачка, как хит. А дальше уже никто не вдаётся. Тим Желдак, короткая цитата. Я минулого року заплатил 28 107 гривен податків на дохід. Крім меня, в месте найдётся еще 31 людина, яка хоть трошки розуміє рівень выше за дорожки во дворах и лавочки біля подъездов. Но вот и нема проблеми. Мы сплатили их за свои податки. Мы, тих, кому не байдужи, что будет дальше, какие сенсы сегодня народжуют. Тих, кто видит что-то другое и понимает, возможно, трохи больше. Я потом еще просто приезжали сюда люди, насчет туристической, люди ехали специально. Я не знаю человека, мне прислали Алла Комарова, киевлянка. Приезжали люди из Полтавы, из Чернигово, приезжали киевляне, я знаю, как минимум там десяток человек, которые написала. Ладно, если будет время, зачитаю про туристическую привлекательность. Они увидели плохие стороны. Там, кстати, блогеры говорят, что написал кто-то, не знаю кто, я лично не читала, о том, что города все-таки так и не увидел, и поэтому теперь приедет. А Денис Казанский, популярный блогер, написал, что людей увидел, а город не увидел. Нет, а он написал о том, что там фестиваль, ок, все здорово, это у нас организован городской властью, хотя это не совсем так, при поддержке городской власти. А, вот еще вопросы были, почему там имя Филантова. И написал убийственно, как город Хреново, допустим, выглядит. Или в Воловкидово, они приедут. Да, написал, а вот он шел от вокзала, а другие, ну, там с ним спорят, а другие... О, правильно, шел, от вокзала, там действительно убийственно. По набережной. Да, по набережной или сверху по проспекту. А те, кто Амстердам видели, тебе говорят, красиво. Далее, второй месседж о том, что они приедут, значит, и типа будут облизывать Филатова, но она провергся, то есть 90... Ну, это надо читать, я лично еще не читала никого. И, скажем, вот очень большая благодарность музею украинской живописи, потому что вот действительно... Там хорошо, там все. И на крыше, с которой видно весь наш город, и все красиво. Ну, наверное, больше денег надо. Там вот редакторы кричат, есть вопрос на странице. Знаете, какой вопрос? Почему Гендин блогер, а Гельфер нет? Ну, потому что нам и так в жизни дискомфортно, если бы мы еще существовали. Ну, я имею в виду, есть проблема. А если бы мы еще существовали там, в одном пространстве, тогда было бы совсем не слушать. Это не серьезно, сейчас скажут, что мы тратим время на шуточные вопросы, вместо того, чтобы отчитывать садия деньги. Вопрос такой. Давай еще про деньги. Давай будет Лена модерировать, ладно? Ты про деньги, да. Она же у нас все-таки представитель прессы, да? Ну, про принцип отбора мы поговорили. Потому что почему льют лайнот? Что там было с этой дамой из Одессы в шляпе Медушевской? Ой, боже, ну, не почему мордашно рассказывать? Не почему рассказывать, а я... Ну, это же раздутый. Это же неправда, да? Это же... К сожалению... Такие билеты передавать сейчас электронный адрес есть. Я не понимаю для этого. Ну, это да, монета имейла. Хорошо. Двух слова коротко, давай так скажем. Ну, почему это размазывать вот это вот дерьмо надо продолжать? Не Душевская врет, все. Получается, ну, почитай, 20 человек на глазах, в которых это разворачивалось. Это, значит, к сожалению, уныло. Вот они же умные люди. И меня предупреждали там насчет ряда блогеров. Говорят, не связывайся. Они там... Это вот больной человек. Это человек, который тебе все, спорт, не связывайся. Сейчас они мне говорят, что судьба хранила от этого. Что касается билетов электронных, во всей этой... Смотрите, у Ирины, у госпожи Ирины Медушевской нету... Почему мы ей должны столько времени помочь? Да ну все же. Скажи короче, скажи короче. Она врет. Все, они врет. У нее нет электронной почты. Она... Все блогеры получили. Да, такое бывает. Да, такое бывает. И дело в том, ну, я не хочу плохо говорить. Ну, так не говори. У меня, знаешь почему? Я прочитала там кусочек ее опоста о том, что она сказала, что вот теперь город будет представлять там другая девушка. Я даже фамилию не помню. Это как в советское время. Кто-то делегат от города Одессы, а этот там от Тернополя. Я предлагаю сменить кем. Давайте все-таки. Это медицинская тема. Классная идея, ее нужно продолжать. Все там какие-то варианты. Смени кем на акцию. Подожди, я все-таки можно подытожу эту тему, что я еще раз поздравляю город. Да, вот пусть оно контроверсийное событие. На все вопросы есть ответы. Вопрос, как их задавать. Вопрос, включаете ли вы мозги, когда вы задаете эти вопросы. Я хочу сказать, что площадка была совершенно свободная. Блогеры сказали, мы же ожидали, что раздувают, раздувают, что выйдет куча же антифилатовских людей. Он же всех здесь как бы загнобил. Процедура церемонии открытия, ни слова. Семь панелей. Кто хотел чего-то сказать, сказал, ну, унылая вот эта картина. Она, на самом деле, отсутствие третьей силы в Днепре, она меня напрягает. Ты ее сейчас возбудишь. А нет, да. Ну, дай бог, чтобы я... По мне. Что-то менее интересное. Я хочу сменить тему, ну... А хочет ли этого Лена? Ну, нам достаточно. Потому что, да, осталось немного времени. Я хочу сказать о том же мероприятии, на которое будет потрачено много бюджетных денег. Вот, это поездка нашего президента в Соединенные Штаты Америки. То есть тоже в рамках программы «Культурная столица». Да, в рамках программы. На самом деле отправляется, уже летит, я не знаю, может, уже и прилетел, значит, в Штаты Петр Алексеевич. И у него запланирована, значит, встреча с Майком Пенсом, это вице-президентом, с министрами, там и по энергетике, и по экономике. И, в принципе, у него запланирована встреча с Дональдом Трампом. Визит рабочий. Я пытался разобраться, чем рабочий визит отличается от официального. Я понял, что просто количество мотоциклов, кортежи и так далее. Все равно они встретятся и будут разговаривать. И то, что удалось нашему президенту опередить, да, в этой встрече президента не нашего, который с ним встретится только там где-то на полях G20, говорит о том, что, наверное, там все-таки как-то они с работой. Слушай, ну давай еще не говорите, вдруг Трамп же, он такой человек непредсказуемый, он же может и не встретиться. А Дональда нет дома, да? А Дональда нет дома, да. Нет, я думаю, что все-таки встреча состоится, посмотрим, наверное, начнется какой-то движ. Два бизнесмена, наверное, о чем-то смогут договориться. Они там говорить о войне будут. А, кстати, спрашивал вот этот вопрос, задавал Влад Войцеховский, который написал отличный фестиваль. Одного не пойму, почему гендинг-блогер и гельфер. Если войцеховский языкатый такой вот критический хвалит фестиваль. Влад, ну я тебе, ну ты же нас знаешь, поэтому это не вопрос. Ну, я тут вот сейчас к Жене буду обращаться, такие радужные наши прогнозы, ваши прогнозы. Радужные в каком смысле? На той неделе, о нет, я о безвизе, вот первая неделя безвиза прошла, и там уже немножко так вот этот накал оптимизма спадает, потому что, ну, есть первые данные, они на самом деле неплохие, они даже хорошие бы, я сказала. 22 человека, около 22, там разные плюс-минус 1-2 цифры, завернули, не выпустили. Ну, это неплохо, в общем-то, за неделю, да, там при 18 тысяч выехавших по биометр паспорту. Ну, ты вот там очень все, меня даже ругал в прошлой программе. Так это же хвалишь, ты раньше скептически относилась к этому. Дело в том, что появились очереди, очень большие очереди, особенно там на Львовская область, да, вот польская граница, очень большой наплыв. От мусора люди бегут. То есть, первые дни, пока все было гладко, там было хорошо, сейчас уже действительно проблема появилась, и там говорят, что видеокамеры не показывают всех очередей, которые есть в наявности, там как-то они так установлены. Во львовских агентствах по трудоустройству количество желающих выехать на заработки выросло втрое. То есть, люди, ну, я там писала, что люди ломанулись. Надо было это предполагать, и это произошло. Готовятся к Армагеддону, это данные погранслужбы львовской, в июле. Всем приготовиться к Армагеддону, поскольку будет период отпусков, и заработчане тоже якобы хлынут. Ну, что мне больше всего понравилось, мы же люди ордена получили. Вы знаете, что люди получили указы, я ценю к Клинкину за безвиз, за внедрение безвиза. Ярослава Мудрова, он, по-моему, там получил. Да, Ярослава Мудрова четвертой степени я ценю, а Клинкин за заслуги третьей степени получил. Плюс там, а ты тут вот хвалишь, хвалишь, а ордена у тебя нет. Кого я хвалю? Президент у нас, тайминг, время, сила, безвиз, президента. Ты прекрасно выглядишь сегодня, я хвалю тебя. У тебя очаровательная улыбка. У меня нет ордена Женя для этого. Ну и не надо тебе ордена. Нет, чтобы Женя отдать за то, что он меня похвалил. Так что вот такие данные. Он сливается с белой частью моей культуры. А у нас тема, мы ее проскочили, ну, в два... Тоже хорошая, классная. Это вот был этот, да, гей-парад, ну, как бы... Вчера. Да, ну, на самом деле, если говорить вот честно, то есть той волны вот возмущает. То есть, да, были какие-то инциденты, там, поцарапали двух милиционеров, там, задержали шесть человек. Но, в принципе, мне кажется, что тема уже, ну, вот, уходит на нет. Ее пытаются, как бы, накачать, а она... Ну... Я не знаю. Я считаю эту тему абсолютно проблемой, абсолютно надуманной, искусственной. Непонятно мне, для чего создаваемой. Ну, просто это вот вражеские силы. Я просто хочу... Значит, Путин же сказал, там, он процедит... Я не знаю, какие муковенщики писали эту шутку, но он... Вот по поводу мундира, я не знаю, какие-то. Какие-то очень архаичные по поводу голубых мундиров, да, что Петр Алексеевич сказал, что, прощаем, там, немытая Россия, вы, там, мундиры голубые. Что, дескать, Путин так это, значит, репризу, да, сказал, что в Европе этих голубых мундиров еще больше. Будь осторожен, Петр Алексеевич, и так далее. То есть, я просто хотел бы напомнить Путину, если вдруг, увы, это самое, что вот все скрипы, да, там... Слышишь, Путин, не слушайся. Там самодержавие, православие и народность. Не и народность, а народность, да, это вот придумал, на самом деле, вот эти скрипы российские. И граф Сергей Уваров был министр просвещения при Николай I. Так самое смешное, или не смешное, он же был, в общем-то, там, человеком нетрадиционной ориентации, то есть он был геем, да, геем, там, знаменитым геем XIX века, поэтому... Я не понимаю, скажите мне, вы за что... Можно, там есть шикарнейшее продолжение истории, оно произошло два года назад. Пра-пра-пра-правнучка этого графа Уварова, она во Франции живет, она приехала в Москву, и на акции, ЛГБТшной акции, была ментами избита, ей сломали ключицу. Это про-пра-пра-правнучка. Ну, просто правда, я не понимаю, за что они борются. Ну, живут они там друг с другом, ну, пусть живут. Зачем они ходят и доказывают это? Вот зачем? Лена, ну ты, у меня ощущение, что у тебя не вышло в образовании, извини, стоп. Вот. Смотри, это же... Можно я тебе отвечу? Я считаю это надуманно. Хорошо, я не успею сказать, что я считаю. Конечно. Хорошо. Это же проблема не про их сексуальную жизнь, и не про то, что им кто-то мешает... Это проблема про права человека, в том числе и имущественные права. Если эти люди, кто, там, сейчас мы не в сфере, там, допустим, религии, это люди, которые не имеют друг друга права при наличии любви. Да имеют! Ну, послушай, я... Ну, кто запрещает? Ну, блин, ну, ни хрена же не могу... Не имеют что? Что я хотел сказать? Не имеют права проведывать друг друга в больнице, не имеют права хоронить друг друга, не имеют имущественных прав по отношению друг к другу. Ну, смотри, ну, есть у нас... Вот у нас есть проблема разного восприятия дня 9 мая. Нет, нет, нет. Я неужели, я не понимаю, что... Есть у нас разные люди по-разному. Есть юридическая сторона вопроса. Ну, может быть, нужно время, чтобы прошло. Зачем сейчас под конбоем милиции ходить и доказывать вопрос о том? Нет, ну, потому что, например, условно говоря, человек хочет оставить наследство своему... Человеку, которого он любит. А он не может это сделать, потому что... Он не может это возделать. Незаконенные отношения. Он не может при жизни его проведать в больнице. Ну, Лена, ну что? Ты не хочешь воспринимать. Ты не понимаешь, о чем я говорю? А о чем тогда говорить? Я говорю о том, что марш устраивать по этому поводу еще рано. А как? А как привлекать? Что значит рано? Ну, потому что зачем? Ну, давай они сдохнут все. Ну, 9 мая люди не могут переварить. Ты хочешь, чтобы они геев переваривали. Это невозможно сейчас. История-то... Ну, люди... Это наоборот... Это наоборот разжигает. Люди же разные. Одни переваривают, другие не переваривают. Так в том-то и дело, что не переваривают. Не, ну, надо... Это объективные процессы. Да с каждым годом это уже градусы меньше и меньше. Я читаю историю, говорят, там девушки жалуются, вот они там пошли на какой-то пикник, это в Житомирской области было, какой-то мужик их побил за то, что они лесбиянцы. Подожди, а стоп, ну, бред же. Ну, в принципе же, у нас любой человек и любое сообщество имеет право в рамках Конституции на... Они должны услышать Лену Кальянову, а те, кто еще более... Да я не об этом, я не о них говорю, я говорю о том, что бессмысленно это проводить. А вот я не хочу, чтобы мои дети смотрели, как они долбятся там и так далее. То есть, когда хорошо, спасибо, что здесь это не звучит. Я не против, пусть они делают, что хотят. А я, например, я не хочу, чтобы мои дети, вот, допустим, крестный ход, я не хочу, чтобы мои дети на глазах у моих детей вот такое, допустим, разворачивались. И ты тоже имеешь право. И они имеют право, которым они пользуются. А твое право давать им оценку. Да, я считаю, что в момент колоссального... Главное, чтобы все права были осуществлены в рамках права. В момент колоссального накала в обществе лучше проводить фестивали блогеров, а не дей парад. Лучше быть несчастным и продолжать. То есть, во время колоссального накала нужно жить полноценной жизнью, бороться за право, нравится это кому-то или не нравится, спорить, проводить фестивали блогеров, делать и дороги, и фестивали блогеров, и фестивали джаза. И не списывать, а все на момент у нас одна жизнь, и страна, и есть развитие истории, и есть ход истории. И это, на самом деле, через три года, четыре, уже будет совершенно другой накал. Конечно. Хорошая точка. У нас программа закончилась. Как? Уже закончилась? Конечно, да. Спасибо за внимание. Мы немножко увлеклись в днисторию. Так что на сегодня все. Уже все. Оставайтесь с нами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»